Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. А сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот незадача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. Вступил в силу приговор ревнивцу Юрию Глушкову, которого обвинили в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной. 38-летний мужчина теперь отправится в колонию строгого режима. Все подробности в рубрике «Сводка». Ленинский районный суд вынес окончательный приговор 38-летнему чепчанину Юрию Глушкову. Преступление произошло в сентябре прошлого года в квартире на улице Ленина в микрорайоне Солнечный берег. Глушков узнал, что его бывшая девушка Светлана вышла замуж за другого. Ради этого Юрий приехал из Крыма к ней домой, чтобы отомстить. В квартире он встретил своего соперника, 26-летнего Дмитрия. Напал на него и более 20 раз ударил ножом. Светлане стал угрожать убить. Девушка испугалась и согласилась уехать с Юрием. Позже ей удалось сбежать и сообщить обо всем в полицию. Глушкова задержали в Нижегородской области. В июне его осудили по факту нарушения неприкосновенности жилища, угрозы убийством, а также по факту убийства. Глушков приговор обжаловал, однако его оставили без изменения. В итоге осужденный теперь отправится в колонию строгого режима на 14 лет и 2 месяца. Также отцу погибшего он должен будет оплатить похороны, это 139 тысяч рублей, а также выплатить 5 миллионов рублей морального вреда. 22 июля в реанимации скончалась 71-летняя женщина. Четырьмя днями ранее пострадавшую доставили туда с тяжелыми травмами. 18 июля в Кирово-Чапецком районе на нее напали и покусали две собаки породы Алабай. Также помощь потребовалась мужчине. Медики оказали ее на месте. Кроме того, сотрудники полиции спасли от нападения собак женщину с ребенком. Опасных псов ликвидировали из стабильного оружия. В настоящее время уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по статье 118 УК РФ, то есть причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, передано для дальнейшего расследования следователям Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области. Данное уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью, на статью 109 УК РФ, то есть причинение смерти по неосторожности. Хозяина собак нашли, с ним работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается. 19 июля в Зуевском районе компания приятелей похитила 17-летнего юношу. Трое студентов местного техникума, двум из которых по 18 лет, третьему 16, на двух машинах приехали в поселок Октябрьский на пруд. Там они встретили 17-летнего знакомого, с которым у них раньше был конфликт. Молодые люди избили его металлической битой и пластмассовой трубой. После этого, показав электрошокер, затащили в багажник и привезли в дом одного из приятелей. Злоумышленники держали там его некоторое время, потом отпустили. Заведено уголовное дело. В ходе допроса студенты дали признательные показания. Решил воспользоваться невнимательностью девушки-водителя Киа и забрал кошелек, который она потеряла. Инцидент произошел 25 июля на заправке у путепровода на улице Воровского. На записи с камер видно, как девушка на синей Киа выезжает с заправки. Видимо, она забыла кошелек на крыше автомобиля, когда расплачивалась, и он упал на дорогу. Хозяйка кошелька уехала. Он какое-то время так и лежал на дороге. Пока его не заметил водитель серого Датсон. Мужчина вышел из машины, поднял находку и забрал себе. В кошельке было водительское удостоверение, банковские карты и деньги 15 тысяч рублей. Когда девушка заметила пропажу, она решила провести собственное расследование и нашла владельца Датсона во дворе Новоровского. Мужчина вернул кошелек и извинился. Девушка заявлять в полицию не стала. Алина Котрихова, Место происшествия.